Добрый день дорогие телезрители! Вот и наступил 2024 год. Перед собой мы видим новые перспективы и возможности. Можем смело двигаться вперед, зная, что в эфире нас ждет программа «Парасад» и ее ведущая Алена Гроза. О ближайших 20 минут вы узнаете последние новости университета. Мы расскажем вам о его студентах и преподавателях. Не переключайтесь! Новый год – это не только время праздников, но и период подведения итогов. В Козыбаев-юниверситете завершился первый семестр. У студентов закончилась сессия и они вышли на каникулы. Каким был 2023 год для Козыбаев-юниверситете, расскажет исполняющая обязанность директора Рината Сеитовна Апергенова. Во-первых, надо отметить несколько событий, но важным событием года стал визит президента Косымжимар Тукаева в наш университет. Глава государства познакомился, в первую очередь, с деятельностью всего университета. Поэтому необходимо отметить, что наш университет в настоящее время реализует, выполняет три стратегических задачи президента. Первое. Мы были первые в истории, кто по поручению главы государства открыл международный филиал. В перспективе он давал поручение до 2025 года до пяти международных филиалов открыть в Казахстане. И мы были первые. Такая работа была проделана благодаря сотрудничеству с университетом Аризона, который входит в топ-100 плюс университетов мира. Второе его поручение – это создание сильный региональный вуз по опыту Назарбаев университета. Здесь были акценты сделаны на обновлении образовательных программ, использовании уже международного опыта, но локализованного под наш казахстанский контекст. И третья стратегическая задача, над которой сейчас университет работает – это создание Центра академического превосходства. При этом наш университет, он вошел в 15 региональных вузов, которые были поддержаны по открытию такого центра. И в перспективе мы очень скоро надеемся запустить этот центр. Достаточно значимое событие. В первую очередь это признание наших образовательных программ нашими зарубежными партнерами. Первое. В прошлом году мы запустили двухдипломную программу с университетом Аризона, биотехнологии, информационной технологии. И в этом году третью программу мы запустили – это инклюзивное образование. Инклюзивное образование – это первая программа в целом по Казахстану, которая была запущена. Также одним из значимых моментов – это подписание договора с президентом Робинсом, с президентом университета Аризона о признании наших международных программ. Что это значит? Это значит, что те, которые мы открываем в сотрудничестве международных программ с университетом Аризона, выдавая наш диплом, получая только диплом нашего университета, этот диплом будет признаваться нашим партнером. Важным событием также считаю, в первую очередь, акцент нашего университета на ДНК, наверное, нашего университета. Мы все прекрасно знаем, что у нас Северо-Казахстанская область – это область с акцентом на агронаправление. И здесь я считаю, что больших результатов университет достиг. Первое – мы открыли научный центр агрокомпетенции по трем направлениям. Это растеневодство. По растеневодству мы работаем с нашим китайским партнером – Северо-Западным университетом, где проводились сорты испытаний пшеницы. Сейчас мы к нашему сотрудничеству добавили вопросы по животноводству. И третье – это пищевая безопасность. В рамках этого мы открыли центр агрокомпетенции. В чем цель этого центра? В первую очередь, идея была в создании такого образовательного научного хаба по международным стандартам. Более того, надо отметить, что в рамках такого сотрудничества с нами была открыта совместная еще одна лаборатория с нашими китайскими партнерами по животноводству и демонстрационный парк. Мы расширили академическую мобильность как среди студентов. У нас порядка 20 студентов с Китая в этом году у нас закончили обучение в рамках академической мобильности. Порядка 11 сейчас студентов находится на обучении в Китае, наших ребят. И также в рамках такого сотрудничества предполагается стажировка, обмен знаний среди преподавателей научных сотрудников двух вузов. При этом надо отметить, что уже были отправлены на стажировку две делегации. Одна прошла в июне, в мае-июне этого года по направлению растеневодства. И вторая делегация, вот четыре человека, четыре преподавателя выезжали в Китай, в провинцию Шан-Си, северо-западное сельское лесное хозяйство. И проходили стажировку, посещали фермерство, хозяйство. Такое сотрудничество даст возможность один семестр обучаться нашим ребятам здесь, в нашем университете, и три семестра в Китае. Расширяется академическая мобильность. Надо отметить, что порядка 47 студентов у нас побывали в Польше в рамках такой практики. Есть тесно сотрудничаем с производственными практиками Европы, и ребята имеют возможность пройти производственную практику в Европе. Это Польша в основном и Германия. Вот 47 ребят посетили эту практику в агрофермах, и 12 человек в Германии. Посещая эту практику, в первую очередь, ребята, проходя практику, это засчитывается в кредиты, это практика, раз. И второе, они получают еще международный сертификат к своему диплому. И колоссальный опыт. Продолжается работа с посольством Турции. Нас хорошо поддержало Министерство Турции. И сейчас у нас, этой осенью, приехала к нам госпожа Илдыс. Это разработчик учебников турецкого языка. И сейчас наши студенты и преподаватели имеют возможность бесплатно проходить курсы турецкого языка. Важным также событием считаю, что в этом году состоялся первый выпуск нашего медицинского факультета. Наш медицинский факультет один из самых молодых факультетов. И в этом году мы выпустили порядка 162 бакалавра в сфере здравоохранения. В этом году также состоялся новый выпуск по таким программам, как биотехнология в агросекторе и защита карантин растений. Приятным событием этого года это было празднование, в первую очередь, 25 лет нашей военной кафедры. За эти 25 лет было выпущено порядка 3000 сержантов запаса. И, конечно же, празднование 45-летия нашего педагогического факультета. При этом надо отметить, что сам наш университет, он изначально создавался как педагогический институт. На педагогическом факультете сейчас обучается порядка 1000 студентов. И наш университет, он тесно работает с Америкой, с университетом Аризона. Была открыта программа по инклюзивному образованию. И работает с Испанией, с университетом Сантьягот и Кампостелло. Наш университет и именно медицинский факультет, он признан и вошел в международный медицинский рейтинг. Существует отдельный рейтинг среди медицинских вузов в мире. И только те вузы, которые вошли в этот рейтинг, их диплом признается. Вот мы вошли в этот рейтинг. Необходимо также подчеркнуть признание нашего университета не только на международном, но и национальном уровне. У нас существует национальный рейтинг от Амикен. И в этом направлении мы занимаем топовые места. В первую очередь, все образовательные программы агрофакультета вошли в топ-тройку, даже в топ-двойку. Среди всех образовательных программ, среди всех вузов Казахстана. Университетом реализуется порядка 28 научных проектов в этом году. Было выиграно, получено финансирование. Это достаточно хорошая цифра. При этом акцент делается на поддержку научного потенциала наших сотрудников. И все наши научные разработки, они всегда акцентированы на развитии как региона, области, так и в целом Казахстана. И одним из ярких примеров является проект этого года. Мы выиграли у фонда науки совместно 100 протеин-СК. Проект по утилизации шкур крупнорогатого скота и лошадей в получении высокобелковую пищевую добавку. Мы начнем с международного уровня. В первую очередь это признание университета на международном уровне. В первую очередь надо отметить работа с нашими партнерами из Китая, США, Европы. Уже говорит о том, что нас признают как университет на международной арене. Запуск двудипломных программ дал этот результат. Запуск совместных программ. Помимо того, что мы запустили двудипломные программы, как я уже проговаривала, нас признают, наши дипломы будут признаваться. И будет такое подтверждение в самих дипломах у ребят по программам, которые были разработаны совместно с университетом Аризона. В этих дипломах будет прописано, признается университетом Аризона. Нужно отметить так, что о наших результатах было отмечено в февральском журнале Forbes. Достаточно, я думаю, такое подтверждение, где нас признают на национальном и международном уровне. Где о нашем проекте университета имени Монаша Козубаева говорится. Нужно отметить запуск совместной двудипломной программы, магистрской программы делового администрирования с университетом Алма-Айю. Это уже также еще одно подтверждение, признание нашего качества диплома. Мы запустили первую программу весной. И вот второй поток уже у нас состоялся, прием этой осени. Успешная реализация, где акцент при этом делается на агронаправлении. Надо отметить и достижения наших ребят. В первую очередь университет принял участие в спортивной универсиаде, которая проходила в городе Актау. И наш университет среди всех казахстанских вузов заняли, мы вошли в пятерку университетов, в топ-5 по результатам универсиады. Здесь необходимо также отметить потенциал наших ребят не только в спорте, но также и в научных, исследовательских проектах активной деятельности в жизни не только университета, но и в городских, республиканских, международных мероприятиях. Одним из важных событий стоит отметить, это проект ребят по Казахстан National Expo 2023 «Нактус». Мы по проекту «Нактус» по республике заняли первое место. При этом надо отметить, что наши ребята участвовали впервые, и мы выиграли в номинации именно «Early Stage». Здесь акцент делается в том, что ребята подают заявку, представляют свою идею, как правило, это в основном бизнес-идея, будущий проект, который может превратиться в бизнес. Ребята представили проект по IT-ферме, в рамках данного проекта ребята работали несколько лет, и в этом году решили попробовать свои силы на международном конкурсе. Данный конкурс обычно проходит сначала по республике, так как мы выиграли проект «Early Stage», участвовали всего лишь в первый раз, мы в основном на республику смогли выйти. А вторым этапом я надеюсь, что в следующем году мы уже будем подавать на международный конкурс. Также хотелось бы отметить достижения нашей Лиги КВН. Ребята часто становятся призерами различных Лиг КВН, и буквально недавно, в октябре, наши студенты участвовали в составе сборной от нашей области в команде «Казалжар» с ребятами из Астаны, Кастаная, где снова стали любимчиками, с чем я их и поздравляю. В первую очередь мы продолжим начатый курс, и позиция такая, что продолжать работу над признанием университета как на международной арене, так и на национальном образовательном рынке. Мы продолжим все начатые проекты. И второе, планируем начать работу по признанию университета, нашего университета в международных рейтингах. Сейчас команда университета работает над этим. Также это открытие новых двухдипломных программ, причем у нас есть практика открытия не только международных двухдипломных программ, но и с признанными рейтинговыми университетами Казахстана. Планируется сделать акцент на расширение академической мобильности как преподавателей, так и студентов. Хотелось бы увеличить возможность преподавателями посещать стажировки в рамках своей профессиональной деятельности. Для студентов возможность увеличить квоту по академической мобильности. Такая работа сейчас ведется. У нас 11 ребят сейчас находятся в Китае. Акцент сейчас потихоньку мы делаем на ремонт общежитий, корпусов. В этом году мы сделали капитальный ремонт во втором общежитии, заменили пластиковые окна. В плане вообще в целом усилить акцент на нашу инфраструктуру. Будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для студентов и преподавателей, создания как инфраструктуры, так и планируется на следующий год, по крайней мере, мы закладываем повышение заработных плат для сотрудников. Хотелось бы в первую очередь пожелать, наверное, стремиться к знаниям, к науке. Очень импонирует, что результаты научной деятельности не все направлены на развитие нашего региона. И хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась. Новогодние праздники часто кружат голову, отчего забот и суеты не перечесть. Ну и про умственный отдых никогда нельзя забывать. Тому пример, навевающий на приятные эмоции произведение. С вами рубрика «Свежий взгляд». И сегодня мы окунемся в праздничную атмосферу любимых романов и рассказов в духе старого доброго Диккенса. Приятно вспомнить любимых персонажей известных картин «Простоквашина, 12 месяцев, Снежная королева», которые навевают незабываемые чувства. Но немногие знают, что их можно встретить на страницах повести и рассказов. К тому же пример, ранее упомянутая «Простоквашина». Она была написана автором детских книг Эдуардом Успенским. Но в отрыве от основных историй про дядю Фёдора и его друзей в 1984 году вышел мультфильм «Зима в «Простоквашина». Он, в свою очередь, удивил зрителей прекрасным юмором и запоминающимися крылатыми фразами. Однако спустя годы автор оригинальных произведений написал собственную повесть в новых красках и расширенным сюжетом. Ну вот что, ездовые собаки, брать, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты, это стрибор. А ездовые почтальоны. Вам встречались? Ничего-ничего. У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Сам видел. Любая история имеет свой характер в повествовании и жанровом контексте. Но если совместить детектив и рождественский вечер, то получится идеальная история для поднятия настроения. Для любителей интриги и лихо закрученного сюжета рассказ Агаты Кристи «Приключения рождественского пудинга» станет для вас идеальным подарком в погружении новых авантюр, где всеми известный детектив Эркюль Пуаро поражает свои дедукцией. Мы все связаны с нашими братьями меньшими. И биографичная история от Джеймса Боуэна доказывает это утверждение. Роман «Подарок от кота Боба» повествует о том, как обычный рыжий уличный кот по кличке Боб показывает людям из большого города, почему мы должны объединяться и помогать друг другу. Истинное Рождество должно быть не в календаре, а в душе и праздноваться среди близких людей. Вот основная мораль истории, где сочетается легкий стиль повествования, запоминающиеся персонажи и ненавязчивая праздничная обстановка. На этом наша рубрика подходит к концу. Но мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. И помните, что знание – это сила. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на сайте ku.edu.kz Следите за новостями университета в социальных сетях Инстаграм, Facebook, Вконтакте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok